всем здравствуйте итак мы приступаем к сборке самолета cessna 172 вот так она выглядит собранном виде набор из себя представляет три листа с деталями из бумаги и пластиковые детали это колеса основная стойка шоссе носовая стойка шоссе два подкоса крыла винт две зубочистки позже расскажу для чего они нужны в принципе все для того чтобы склеивать детали из бумаги нам потребуется любой клей который это может сделать каждый может использовать клей на свой вкус я буду в этом видео пользоваться полимерным клеем для потолочной плитки вот к примеру вот таким продается в любом строительном магазине любых фирм подойдет для склеивания пластиковых деталей между собой можно тоже использовать абсолютно любой клей например клей момент в общем тут рекомендации конкретных не даю каждый использует тот клей которым больше всего нравится итак приступим к сборке фюзеляжа нам потребуется деталь номер один когда когда мы ее склеим у нас должно получиться вот таким образом будем использовать вот такой коврик можно использовать любую мягкую поверхность например коврик от мышки вот это вот из какого-то строительного магазина спененный такой материал нужен он для того чтобы изогнуть хвостовую часть аккуратно без складок вот таким вот образом берем нашу деталь номер один переворачиваем ее на сторону где нету рисунков кладем на мягкий коврик и берем вот к примеру ручку вот такого диаметра и начинаем прокатывать вот сначала по центральной линии прокатываем немножко придавливаем ручку получается вот такой загиб так надо прокатать всю поверхность хвостовой части теперь немножко прокатаем вот эти вот линии эти вот линии значит будем ориентироваться на вырезы для установки шасси значит по этим линии будем продавливать ручкой и вот по этой линии вот фюзеляж начинает приобретать основные загибы так еще раз еще раз получит прокатаем хвостовую часть фюзеляжа вот эти вот места они могут оставаться плоскими на склеивание это в данном случае не повлияет вот мы получили закругленную поверхность теперь можно ее вот так вот сложить в конус и склеить наносить клей будем вот на вот эту вот часть вот эту часть мы покроем клеем еще раз напомню что я пользуюсь в данном случае полимерным клеем заполненным обычным медицинский шприц полимерный клей из любого строительного магазина для потолочной плитки мне лично удобно пользоваться таким клеем наносим необходимое и достаточное количество клея нанесли теперь сворачиваем наш конус таким образом переводим клей на ответную часть которая приклеивается и разъединяем напомню что полимерный клей имеет такую особенность ему нужно какое-то время чтобы испарился спирт входящего состав вот мы немножко ждем до того состояния когда сам и становится не мокрым а липким после этого вот тут еще зависит от клея конкретно в данном случае он достаточно густой быстро сохнет все вот сейчас можно соединять наша задача прежде всего выровнять вот по этой линии вот эту кромку и вот этот уголочек соединить с этим уголочком бумага достаточно плотно что позволяет создать необходимые усилия и не прогнуть ее важно вот в этом месте создать максимальное усилие чтобы тут произошло хорошее уверенность схватывания двух поверхностей а потом уже после этого мы продолжаем проклеивать вдоль этой линии передвигаясь в конец фюзеляра фюзеляра можем использовать например стержень от ручки для того чтобы здесь дополнительно примять продавить соединить две поверхности чтобы они лучшим образом склеились вот все клей уже высох и обе поверхности уверенно соединились следующим этапом нам нужно будет нанести клей вот на вот эти вот поверхности с этой стороны и с этой нанести клей и склеить таким образом чтобы вот эта линия стала один уровень с этой линии то есть вот эти две точки соединились в одну так ну и с этой стороны соответственно если немножко эта линия не доходит то нужно прям приложить небольшого усилия и соединить выровнять объединить вот эти две точки в одну точку так наносим клей и с этой стороны соединяем переносим клей на ответную часть излишки клея можно убрать и с обратной стороны перенесли на ответную часть потом здесь тоже появился и немножко прослушиваем пока клей сохнет можно продолжить работу вот это вот место загибаем по вот этой линии раз и здесь по вот этой линии делаем загиб теперь вот эти вот части загибаем по этой линии и по вот этой линии так клей у нас подсох можно соединять соединили и прижали долго держать не нужно если клей хорошо подсох он практически сразу начинает держать с этой стороны соответственно соединили две линии хорошо прожали пальчиками все клей уже держит так осталось немного для этого этапа теперь наносим клей на вот эти вот две поверхности соединяем соединяем вот эти поверхности таким образом чтобы вот эти линии совпадали между собой не выступали именно совпадали вот таким образом но для начала нам нужно клей перенести на эту часть здесь то же самое вот таким образом делается совмещение ровно по линии разъединили даем небольшой интервал времени чтобы клей подсох и теперь вот здесь у нас тут есть метка соединять будем таким образом чтобы вот эта линия стала ровно по вот этой линии вот таким образом сейчас сюда тоже нанесем клей соединили просушиваем клея здесь уже можно начинать соединять сюда подобраться и прижать хорошо и с этой стороны выровняли по линии и аккуратно прижали клей уже высох и схватил обе поверхности и завершаем этот этап соединяем носовой части поверхности ровно по вот этой линии все этап сборки фюзеляжа выполнен приступим к сборке крыла для этого нам потребуются детали номер 2 3 4 5 и деталь 6 я на деталях маркера специально обозначил номера этих деталей чтобы было видно значит для начала мы возьмем из клея между собой детали 2 и 3 эти пока отодвинем в сторону значит на детали номер 3 имеются две метки 1 и 2 по этим меткам мы выставляем и приклеиваем деталь номер 2 вот таким образом чтобы мет чтобы вот эта вот линия совпадала с метками вот так наносим клей переводим этот клей на ответную деталь теперь сушим какое-то время и соединяем эти две детали по меткам удобно это делать даже на столе чтобы у нас метки ровно сошлись и можно было хорошо соединить с помощью проглаживания пальцем из этого шва две детали крыла это у нас нижняя часть нижняя поверхность крыла значит теперь здесь можно увидеть такие вот части которые предназначены для загиба и по вот этим линиям достаточно легко можно загнуть эти места таким образом загибаем вот что у нас получается с этой стороны так же раз два три четыре теперь эту склеенную деталь кладем на стол берем детали номер 4 и 5 значит деталь номер 5 это у нас будет левая часть крыла деталь 4 правая теперь объясню каким образом мы будем их склеивать значит сначала наносим клей с передней кромки крыла вот сюда и сюда наносим клей берем деталь номер 5 берем при соединении детали нам нужно добиться того чтобы вот эта вот линия ровно совпало с вот этим углом то есть вот эта точка оказалась оказалась вот в этом месте для начала нам нужно перевести клей на ответную часть детали на ответную деталь то есть на деталь номер 5 так вот деталь номер 5 тоже промазана клеем теперь ждем какое-то время и самое важное чтобы вот эти две детали 2 и 3 склеены между собой лежали на ровной поверхности вот в данном случае на столе то есть мы ее со стола не отрываем и соединяем таким образом чтобы вот эта точка у нас попала в нужное место и вот эти линии этой детали номер 5 были совпадали с линией входной кромки детали номер 3 вот таким образом мы проклеили это место и важно чтобы у нас не было здесь никакого прилипания детали 5 детали 3 с внутренней стороны то есть чтобы можно было вот так открыть в данном случае не очень удобно было смотреть со стороны и немножко не соединил до конца небольшая погрешность получилась но для примера достаточно так теперь следующим образом поступим нанесем клей на вот эти поверхности под задней кромки крыла и когда будем соединять деталь номер 5 ее нужно будет немножко выгнуть вот таким образом потому что она немножко больше чем деталь номер 3 это сделано с таким с такой целью что когда мы соединим вот так вот у нас крыло получится объемным можно даже еще немножко здесь здесь чуть-чуть придать изгиб наносим клей на вот эти поверхности слишком много можно излишки клея убрать можно в данном случае аккуратно руками и распределить клей так и теперь теперь перенесем этот клей на внутреннюю часть детали номер 5 так клей перенесли можно тут уже достаточно сухой можно начать соединять вот самое важное смотреть чтоб вот эта линия детали номер 5 по задней кромке совпало вот с этой линией также вот эта линия совпала вот с этой линией сейчас покажу как это должно быть вот не даем ей смещаться в какую-либо сторону вперед и можно хорошо вот так вот даже прижать и придавить пальцами потом отпускаем и у нас опять же рекомендую это делать на какой-то плоской поверхности чтоб у нас не повело геометрию крыла при склеивании вот хорошо прожали вот получилось у нас объемная левая часть крыла с правой стороны делается все аналогичным образом сейчас поставлю видео на паузу склею вот это место и продолжим уже устанавливать деталь номер 6 и так вот я склеил правую часть крыла теперь склеим законцовки крыла значит законцовки крыла у нас будут загибаться вниз таким образом так сейчас уберу деталь вот таким образом наносим клей например с нижней части клеем соединяем эти детали таким образом а еще и вот вот эту вот часть тоже здесь немножко промажем клеем вот так обмакнем и она будет как бы немножко заходить сюда соединяем вот так и загибаем вниз вот так должно получится с правой стороны аналогичным образом теперь возьмем деталь номер 6 возьмем коврик мяки и стержень от ручки перевернем деталь номер 6 на ту сторону где нет рисунка к нам и вот эти вот места вот я даже ручкой нарисую ручка не пишет вот это вот вот эти вот места нужно немножко изогнуть вот таким образом прокатываем стержень и придавливаем немножко здесь также вот получили немножко изгиб можно еще пальцем немножко подогнуть теперь коврик нам не понадобится берем крыло это у нас если смотреть по полету значит летим мы в ту сторону это у нас входная кромка крыла это задняя кромка крыла деталь номер 6 это у нас задние стекла значит соединяем мы таким образом эти детали чтобы задняя кромка крыла конкретно в данном случае тут закрылки у нас идут попало вот в этот вырез и с этой стороны таким же образом вот так сейчас покажу как это выглядит с обратной стороны вот так дать вот уголки у нас зашли над нижней частью крыла значит теперь перевернем на верхнюю часть и покажу каким образом нужно будет выровнять деталь номер 6 значит вот эти две линии детали номер 6 мы выравнив по вот этим двум линиям верхней обшивки крыла а клей наносим вот на эти поверхности сейчас ручкой покажу вот на эти поверхности мы наносим клей берем клей наносим необходимое достаточное количество так в данном случае я переборщил поэтому немножко сейчас рукой излишки клея перенесу на ответную сторону так и все равно его достаточно много получилось можно взять салфетку и излишки клея немножко убрать теперь берем детали номер 6 выравниваем вот этим линиям и до конца надо ее сюда продвинуть чтобы выравниваем вот эту линию Деталь номер 6 уперлась в заднюю кромку крыла. И вот таким образом излишки клея опять же убираем. Теперь можно разъединить и дать какое-то время клею подсохнуть. Так, ну вот у меня клей сохнет достаточно быстро. Это можно опять деталь номер 6 установить. Выравниваем. И наша задача вот тут вот не надо сильно гнуть. Чуть-чуть прижали и зафиксировали хорошо вот по передней кромке крыла. Вот таким образом. Здесь клей так или иначе высохнет и схватит деталь номер 6. И при этом у нас останется выпуклость. крыла на верхней стороне. Все, клей уже зафиксировал деталь номер 6. И теперь у нас крыло стало достаточно жестким на изгиб. таким образом мы склеили деталь два, три, четыре, пять и деталь номер 6. Следующим этапом мы уже готовое крыло установим на фюзеляж. Приступим к соединению крыла и фюзеляжа. Для начала покажу, каким образом мы должны совместить эти детали. Значит, у нас первый ориентир правильной установки это продольная ось самолета должна визуально проходить через вот это место посередине. То есть, вот у нас два стекла. Это перегородка между ними. И вот эта ось идет ровно посередине этой перегородки. Второй момент. Значит, когда мы соединяем заднее стекло, приклеим вот у нас вот эта линия детали номер 6 при склеивании не должна заступить за вот это вот стекло. То есть, ну и она должна практически идти по касательной вот к этой линии стекла. Значит, это должно быть примерно вот так. Сейчас поберу при склеивании. Вот таким образом. Не заступаем. И также не делаем большой отступ, иначе у нас тут будет отверстие появится. То есть, вот идеально мы должны будем вот так вот склеить. По передней кромке крыла ориентируемся таким образом, чтобы вот эта вот линия примерно совпадала вот с этой линией. Значит, это должно быть вот таким образом. Вот сейчас я соединил. Тут они совпадают. Эти линии и тут если переложим вот ровно получается. Так, теперь погожу, куда наносим клей. Наносим клей вот на вот эти поверхности. Вот на вот эти поверхности. И также наносим клей аккуратно по вдоль вот этой линии. вот таким по такой траектории. Дополнительно еще нанесем клей по периметру детали номер 6 вот с этой стороны. Так вот по периметру тоже нанесем клей. Значит берем клей можно аккуратно распределить где-то этот клей по поверхности таким образом. Теперь наносим клей вот в этих местах. Аккуратно по вот этой линии. так и здесь вот примерно столько я нанес клей. начинаем соединять. Кстати когда начнем проклеивать удобно будет через вот это отверстие с нижней стороны придавливать пальцем вот эти вот два ушка. Так соединяем. Значит сначала я смотрю по центру совмещения по стеклу и по передней кромке. также сверху удобно тоже посмотреть визуально чтобы у нас крыло было линия крыла лонжерона была перпендикулярна оси самолета. Значит вот таким образом у нас произошло соединение. Разъединяем какое-то время просушиваем клей. На этой поверхности он уже достаточно сухой. А здесь я вижу его немножко не хватает. еще дополнительно нанесем клей вот здесь. Так аккуратно распределю его по поверхности. Все. Нам нужно просушить клей буквально в моем случае несколько несколько секунд и начинаем соединять. Тут важно тоже не прозевать момент чтобы клей не высох сильно. смотрим по осевой линии совмещения по линии стекол и по передней кромке крыла. вот я изнутри прижимаю пальцем давлю хорошо здесь тоже давить сильно не надо вот достаточно по передней кромке крыла хорошо хотя можно и здесь в центральной части крыло восстанавливает свою выпуклую форму. Главное вот нам хорошо проклеить вот эти части заднего стекла. проверяем перпендикулярность еще раз продавливаем с нижней стороны так ну вот в данном случае может быть перпендикулярность немножко нарушена просто мне не очень удобно смотреть со стороны вроде достаточно ровно получилось ну вот мы соединили фюзеляж и крыла итак приступим к склеиванию деталей номер 8 и номер 9 деталь номер 8 это у нас киль или вертикальный стабилизатор деталь номер 9 это у нас горизонтальный стабилизатор и нам еще потребуется две зубочистки значит согнем деталь номер 9 по вот этим двум линиям зубочистку и в детали номер 9 приклеим ее с внутренней с внутренней стороны тут достаточно нанести клей чуть-чуть в двух местах на саму зубочистку раз и два можно еще серединке три и размещаем зубочистку визуально примерно вот таким образом это примерно по середине вот этого вот отрезка между этой линией и вот этой примерно посередине большой точности здесь не нужно теперь нанесем клей вдоль вот этих линий вот и соответственно с правой стороны также сюда нанесем клей так клей нанесли кладем на плоскую поверхность наш горизонтальный стабилизатор и вот так вот проклеиваем вот этим линиям можно разъединить немножко просушить клей если вы пользуетесь полимерным клеем для потолочной плитки немножко просушили и теперь можно соединять передавливаем только вот по этим линиям с этой стороны соответственно так горизонтальный стабилизатор у нас склеим деталь номер девять теперь склеим киль деталь номер восемь для этого нам потребуется зубочистка но не вся а ее часть то есть мы примерно смотрим чтобы по вот этой линии ее один конец располагался а второй был по вот этой линии примерно так можно ее сломать и вот так приклеить приклеиваем примерно вот посередине вот этой вот этого отрезка а второй конец зубочистки приблизительно посередине вот этого отрезка вот здесь таким образом наносим клей можно сразу нанести клей на поверхность достаточно в нескольких точках раз два три приклеиваем зубочистку сюда вот так теперь нанесем клей вдоль вот этих вот линии раз два три и вот здесь вот четыре так наносим клей пойдем на плоскую поверхность наша деталь и аккуратно соединяем эти поверхности у нас киль получится объемным важно чтобы при соединении вот эти вот две линии совпадали можно даже делать это не на плоской поверхности а в руках то есть мы соединяем видим совпадение этих двух линий и хорошо прижимаем пальцами получается полностью симметричная деталь таким мы склеили горизонтальный стабилизатор деталь номер девять теперь приступим к установке горизонтального стабилизатора и киля горизонтальный стабилизатор устанавливаем фюзеляж по вот этим двум вырезам таким вот образом очень важно проконтролировать чтобы у нас стабилизатор был установлен ровно горизонтально может быть ситуация когда он будет немножко куда-то отклонен в сторону так или так и установку строго горизонтально мы выставляем за счет того что вот эти две кромки две линии мы можем немножко изогнуть в какую-либо сторону то есть сколько он у нас на изгиб жесткий там установлена зубочистка можно рукой зафиксировать фюзеляж и в какую-то сторону выгнуть стабилизатор добиваясь того чтобы он стоял горизонтально и посмотреть какую линию нужно подогнуть вот в данном случае немножко чуть-чуть совсем мы подогнули вот с этой стороны иногда даже можно не подгибать а чуть-чуть просто ее сместить чуть-чуть вправо или чуть-чуть вот эту вот линию в эту сторону в общем добиваемся того чтобы первым делом еще до нанесения клея у нас стабилизатор устанавливался ровно горизонтально проверяем смотрим теперь можно нанести клей клей наносим вот сюда и вот сюда сейчас покажу как берем клей можно побольше его добавить вот таким образом теперь устанавливаем стабилизатор фюзеляж излишки клея можно вытесить салфеткой проверяем еще раз чтобы у нас стабилизатор стоял горизонтально если не горизонтально стоит немножко подгибаем добиваемся ровно горизонтальное положение будем считать что он стал горизонтально в данном случае когда мы используем полимерный клей он когда застывает становится очень прочным как стекло и будет нашу конструкцию очень хорошо держать но пока он не высох он будет мягким поэтому вот например киль когда мы приклеим нужно будет нашу конструкцию отложить ну часов на 10 чтобы вот это чтобы киль не получил каких-либо нагрузок и хорошо просох показываю как киль приклеиваем вот здесь у нас есть зазор куда мы нанесем клей немножко его туда заполняем вот клей мы сюда нанесли и немножко нанесем клей вот на вот эту линию отсюда и до сюда наносим клей и и устанавливаем киль можно теперь разъединить дать клею просохнуть в данном случае можно подождать минут две три опять же если мы используем полимерный клей а потом соединяем соединяем просто устанавливаем его по линии по осевой линии фюзеляра и опять же проверяем чтобы наш киль стоял ровно вертикально и был перпендикулярен горизонтальному стабилизатору перпендикулярен это значит что угол между поверхностями у нас 90 градусов то есть прямой угол теперь можно оставить эти детали часов на 10 чтобы они гарантированно высохли и потом можно продолжить работу над фюзеляжем приступим к склеиванию капота это у нас деталь номер 10 для этого нам потребуется какой-либо мягкий коврик обычная ручка зубочистки кусочек и клей значит сейчас нам надо придать округленную форму капота для этого нам нужно будет по вот этой линии по этой линии по этой прокатать ручкой поверхность капота прижимая к мягкому коврику добиваясь того чтобы поверхность закруглилась примерно таким образом вот этой линии вот этой линии прогибаем вот теперь когда мы соединим эти две части коврик получится примерно вот такой формы теперь вот эти все зубчики нужно загнуть берем клей наносим клей вот на вот эту поверхность соединяем таким образом чтобы вот эта линия совпадала с этой линией и эта полуокружность совпала вот с этой окружностью вот таким образом можно разъединить просушить клей немножко опять опять же если вы используете полимерный клей требующий небольшой просушки присоединяем и присоединяем придавливаем пальцами две поверхности теперь загибаем эту часть по вот этой линии вот этой линии вот и нужно склеить таким образом чтобы сейчас вот эти вот линии полностью совпадали с геометрией вот этих вот линий тогда у нас получится правильная геометрия капота вот таким образом берем клей наносим его на вот эти вот зубчики еще дополнительно можно нанести вот здесь чуть-чуть клей начинаем соединять теперь разъединяем даем клею немножко просохнуть очень важно чтобы вот здесь был плавный переход чтобы не было вот таких острых перегибов это мы сейчас все откорректируем начинаем соединять и смотрим с внутренней стороны прижимаем каждый зубчик пальчиками смотрим чтобы эти линии соответствовали точнее совпадали вот так вот по кругу вращаем прижимаем пальчиками изнутри придаем правильную форму капоту видите он стал уже более плавный так коврик нам уже не понадобится теперь покажу если мы вот этот капот оденем на фидераж вот так это будет выглядеть так все капот у нас склеился теперь установим ось на которую мы будем одевать винт значит это небольшой кусочек зубочистки мы продеваем его изнутри вот в это отверстие устанавливаем таким образом чтобы небольшой кусочек оставался внутри а снаружи у нас немножко с запасом выступает над вот этой поверхностью теперь возьмем капельку полимерного клея капнем на эту можно даже зубочистку полностью туда опустить теперь капнуть каплю клея можно побольше и аккуратно вращающим движением немножко ее поднимаем вверх над поверхностью внутренней теперь когда клей застынет зубочистка будет прочно стоять в этом отверстии пока вот в таком виде капот можно отложить часов на 10 чтобы точно клей затвердел и потом продолжить сборку значит сейчас нам потребуется деталь номер 7 это переднее стекло сейчас нам необходимо немножко изогнуть края этого стекла опять воспользуемся мягким ковриком и например ручкой сейчас немножко закруглим можно воспользоваться ручкой немножко меньшего диаметра и можно немножко помочь руками значит сейчас покажу каким образом стекло устанавливается устанавливается оно таким образом чтобы вот эта вот линия у нас полностью обогнула переднюю кромку крыла вот таким образом и с левой стороны так же вот так у нас должно получиться значит сейчас мы проклеим вот эти поверхности эти вот ушки и нанесем клей на вдоль вот этой линии на верхнюю часть капота наносим клей как штук ряд т т т также нанесем клей с обратной стороны детали номер 7 вдоль вот этой линии теперь устанавливаем переднее стекло так клей у нас должен перевестись на все поверхности теперь можно разъединить детали дать клею немножко просохнуть убрать излишки клея ждем немножко чтобы клей подсох так и устанавливаем наше стекло также изнутри фюзеляра можно пальцами прижать ушки к стеклу чтобы они хорошо его зафиксировали излишки клея убираем вот у нас стекло уже приклеилось так и так так вот стекло мы приклеили так теперь немножко расскажу про капот чтобы у нас не было прокидывания самолета на хвост когда он стоит на шасси нужно сделать центровку добавить грузик капот необходимо примерно 4-5 грамм вот я нашел такую вот шайбу ее можно внутри капота зафиксировать с помощью пластилина обычного но вот у меня в данной ситуации оказался под рукой термопистолет с термоклеем вот такой вот сейчас я прихвачу в нескольких точках эту шайбу так все шайбу прихватил теперь у нас будет достаточная центровка у самолета и на хвост он падать не будет если подразумевается установка его на шасси так теперь возьмем основную стойку шасси значит деталь изготовлена на 3d принтере и может иметь технологические наплывы сейчас покажу пример вот значит вот эти наплывы удаляются руками или каким-нибудь острым предметом просто откалывается таким образом также такая процедура выполняется на всех деталях и под косы и носовая стойка шасси вот покажу еще пример вот под кос с двумя технологическими наплывами тоже так же легко убирается с помощью рук можно ножом подрезать так теперь установим основную опору шасси и значит у нее есть небольшой скос вот в этой плоскости значит устанавливаем таким образом чтобы этот скос смотрел направление полета то есть вот так вот скос еще раз показываю скос смотрит по направлению полета нам необходимо добавить каплю клея на отрезок вот такой длины добавляем клей и вот таким образом устанавливаем продеваем через отверстия нашу опору излишки клея убираем и важно в этом моменте проверить чтобы у нас вот эта вот линия там вот которая внутри фюзеляжа чтобы она была ровно параллельно передней кромке крыла вот я сейчас визуально убедился в этом и теперь пальцами изнутри прижимаем к фюзеляжу прижали вот клей клей перевелся на бумагу теперь нужно подождать какое-то время небольшое чтобы клей подсох и можно соединить подержать крепко это место продавить и клей у нас схватится с бумагой так теперь можно приступать к установке переднего капота значит устанавливается вот он следующим образом наносится клей на вот эти вот поверхности до вот этой границы так здесь кружочек забыли убрать вырезаны убираем значит с нижней стороны у нас должно произойти совмещение вот этого кружочка с верхней стороны вот эта линия должна вплотную подойти к краю стекла детали номер семь вот так так что то нам мешает посмотрим наверно термоклей да слишком много термоклея нанес здесь вот так что будете когда грузик устанавливать проверяйте чтобы если вот многие на пластилин устанавливать чтобы ничего не мешало капоту при установке на фюзеляж так попробуем еще раз вот вот так должно быть и проверяем приведем на самолет сверху у нас капот не должен быть перекошен влево или вправо при виде сбоку так но вид сбоку нам в данном случае не подскажет потому что у нас есть меткой снизу и по передней линии стекла а вот вид спереди нам еще поможет проконтролировать чтоб не было поворота поворота влево или вправо но если вы правильно совместите вот эти отверстия то он должен сразу вот в данном случае отверстие совмещено капот у нас абсолютно а вот здесь здесь совместили все капот у нас установил установлен ровно значит теперь можно нанести клей мы все проверили и наносим клей на вот эти вот поверхности устанавливаем капот убираем излишки клея если они где-либо появляются совмещаем отверстия проверяем сверху совмещение режима я хорошо капот по периметру тут можно если вы используете полимерный клей можно его не просушивать потому что будет все он хорошо подсохнет будет трудно быстро и ровно установить капот на пока вот у нас клей жидкий капот можно скорректировать и оставить так он достаточно быстро высохнет при совмещенных деталях и хорошо их зафиксирует вот у нас так еще немножко подкорректирую подкорректирую так все капот стал идеально все таки проверяйте еще визуально чтобы при виде спереди капот был вот по вот этим вот видно чтобы проходящая горизонтальная линия была параллельно передней кромке крыла так капот установили теперь расскажу про вот эту ось в которой мы приклеили сюда будет одеваться винт и такой длины здесь не нужно достаточно вот столько если быть конкретнее это ну достаточно 6-7 миллиметров так теперь да вот излишки можно отрезать ну или отломить или отрезать сейчас установим переднюю стойку шасси значит мы вот в это отверстие капнем клея и потом ее вот так вот установим я использую полимерный клей для потолочной плитки он когда высыхает очень хорошо затвердевает и прочно держит сейчас вот я туда в отверстие добавил достаточное количество клея нанес и устанавливаю вот так вот переднюю стойку теперь ее можно извлечь чтобы клей который на нее попал немножко подсох также подсох клей в отверстии и ну в данном случае можно минут пять подождать чтобы клей потому что там в отверстии много клея чтобы он хорошо подсох и схватил переднюю стойку но все равно необходимо будет подождать какое-то время чтобы он ее полностью зафиксировал и и хорошо высох пока уберем сторону я поставлю видео на паузу и уже покажу когда все будет зафиксировано а хотя можно видео не ставить сейчас на паузу а пока тут все подсыхает покажу как делать подкосы значит вот подкосы их нужно правильно сориентировать у подкоса есть более широкая часть вот она и симметричный подкос вот более широкая часть эта часть у нас приклеивается к фюзеляжу значит вот этот будет правый вот этот левый подкос приклеивается к фюзеляжу в двух точках первая точка это вот этот вот вальчик как капелька и второе второе место крепления подкоса это вот такой вальчик на крыле с другой стороны соответственно раз и два приклеиваем значит подкос таким образом вот примерно так значит опять же я использую полимерный клей поэтому мне достаточно нанести каплю клея на вот эту поверхность и вот на эту с этой стороне то же самое не большая паутинка у нас образуется от клея теперь подкос можно установить и второй также в начальный момент времени клей его не держит мы лишь его сюда установили его достаточно легко сместить поэтому можно вот эту конструкцию так в таком виде оставить сохнуть чтобы клей хорошо схватил наши подкосы и как раз можно уже поставить переднюю стойку без разницы так и так устанавливаем и под небольшим углом если спереди посмотреть точнее сбоку если сбоку посмотреть то должен быть небольшой угол такой вот примерно и проверяем чтоб она стояла по вот этой плоскости вот таким образом так теперь можно это оставить сохнуть и потом продолжим и так мы вышли с вами на финишную прямую теперь нам осталось установить пневматики колеса основной опоры и носовой опоры винт и детали номер номер 11 и номер 12 значит начнем с колес нанесем возьмем два колеса одинаковые большего размера они идут на основную стойку наносим клей по капельке в центральную часть вот на глянцевую поверхность буквально немножко клея присоединяем колесо к опоре чтоб клей перенесся тоже на нее и откладываем в сторону на какое-то время опять же зависит от того какой вы используете клей и второе колесо также откладываем и в сторону так теперь возьмем маленькое колесо которое идет на на носовую стойку нанесем клей с двух сторон в сторону и в сторону в сторону хорошо держится не выпадает удаляем и можно его рядышком положить аккуратно так теперь возьмем деталь номер одиннадцать по вот этой линии складываем пополам наносим клей соединяем теперь берем наш самолет и вот в этом месте аккуратненько вот на вот этой вот длине тоже добавляем каплю клея и вот в эти два места сюда каплю клея и вот сюда каплю клея теперь устанавливаем деталь номер 11 место вот таким образом вот клей у нас еще не подсох надо и убрать отсюда дать клею подсохнуть кстати как вы заметили я закрасил корректором номера деталей на поверхностях чтоб не отвлекали и не портили вид так теперь пока клей подсыхает мы возьмем деталь номер 12 и например вот стержень от ручки и вот таким образом начнем делать коническую форму детали далее вот этот треугольничек покроем клеем и соединим таким образом чтобы вот эта линия встала по вот этим меткам вот так вот должен получиться конус наносим клей соединяем излишки клея убираем так да я немножко к подсохнуть а тем временем можно взять и установить деталь номер одиннадцать деталь номер один встает на свое место вот как у нас получается так теперь можно склеивать наш конус конус вот так вот вот у нас деталь номер двенадцать небольшая так теперь берем колеса и устанавливаем на свои места клей уже подсох только нужно быть очень аккуратным пока клей окончательно не высохнет проверяем чтобы колеса были приклеены ровно посередине хорошо прижимаем не жалеем сил так и колесо передней стойки вот так вот замечательно встала на свое место клей там еще не подсох так работаем аккуратно так теперь нам нужно установить винт вот эту маленькую деталь номер двенадцать клей отрезаем значит еще раз вот от торца примерно нужно оставить пять те же семь миллиметров примерно столько теперь устанавливаем винт вот вот так зубочистка немножко деформировалась после такой процедуры откусывания сейчас мы немножко попытаемся вернуть круглую форму сечения чтобы у нас винт оделся вот винт у нас одевается на свое место так аккуратно работаем с колесами и самолетом что еще не подсохшие колес у нас нет а у нас же еще не так много времени пришло и клей под зубочисткой там не очень хорошо просто в общем бывает что диаметры зубочисток немного друг от друга отличаются поэтому можно взять острые предметы немножко отверстия в пластиковом винте увеличить так попробуем еще раз все равно еще недостаточно так мы сейчас нужно одеться вот теперь нужно делать таким образом чтобы он у нас не сместился для этого мы нашу зубочистку тут покрываем клеем но таким образом чтобы не нанести клей на сам винт клей на конце зубочистки подсохнет и винт уже с нее не слетит так теперь берем деталь номер 12 и смотрим где она будет касаться винта каких местах в этих местах в эти места мы капнем на винт по капельке клея 1 и 2 и одеваем деталь номер 12 теперь деталь номер 12 проверяем чтобы она была по оси вращения винта все теперь винт подсохнет т.е. клей подсохнет так винт у нас с зубочистки у нас с зубочистки не слетит при этом еще будет даже вращаться так ну вот наш самолет готов ждем когда подсохнет клей и можно будет его разместить на своем рабочем столе где-нибудь еще благодарю всех за внимание